Жители улицы Терешковой не верят своим глазам. В темное время суток на их улице стало светло, как днем. Новенькие фонарные столбы выстроились в ровный ряд, как солдаты на плацу, и теперь освещают путь домой припозднившимся горожанам. Хочу сказать, поблагодарить нашего Акима города за проведенные работы, которые были проведены, начиная с конца 2015 года. Проведено освещение. Улицы освещены не только Терешковой, идет полностью от старого города и до роддома. Раньше никогда этого не было. Сейчас все налаживается. Молодец, большое спасибо ему. По распоряжению Акима города в кратчайшие сроки здесь протянули освещение. Общая сумма работ составила более 9 миллионов тенге. К слову, всего в 2015 году освещение было проведено на 21 улице, протяженность которых составляет 32 километра 800 метров. Мы начали проект по строительству новых уличных освещений. Были предусмотрены средства на 21 улицу. Из них Терешково и Буковское непосредственно. В 2015 году все работы были завершены. Это как бы первый этап. Второй этап у нас идет сейчас в 2016 году. Это освещение дворовых улиц, дворовых территорий. На этом новогодние сюрпризы от Горокемата не закончились. В девятиэтажном доме по этой же улице Терешковой отремонтируют лифт. Идет замена лифта, от которого уже лет 15-17 не существовало. То, что лифт наконец-то заработает, не может не радовать жильцов. В девятиэтажке живут в основном текстильщики, ветераны труда. Заниматься ежедневным лестничным фитнесом немолодым людям с каждым годом становится все сложнее. Вот проводятся работы. Ребята работают. Видите, все разобрано. Сейчас устанавливают. Надеемся, что в положенный срок, как сказали, в течение двух месяцев, может быть, даже раньше закончится работа. Многострадальный лифт после десятка лет простоя в Горокемате обещают запустить в самые кратчайшие сроки – до конца января.